Кто сказал, что в сутках 24 часа? Хм, возможно, это действительно так, только мне это неинтересно. Я не считаю часы, не считаю, сколько часов сплю, как часто ем и как долго гуляю, потому что всё свободное время я провожу в телефоне. Я засыпаю, держа его в руках, и просыпаюсь, первым делом тянусь к нему. Пролистав ленту Инстаграма, я просматриваю свежие видео из ТикТока. Пробежав глазами по анонсам Ютуб, я захожу в Телеграм и жадную ищу новости. Зачем я это делаю? Затем, что не могу иначе. Если я с утра не залипну в телефоне хотя бы на полчасика, день будет испорчен, то ли это неласковое море, некрасивая девушка. И такое состояние называется дофаминовая наркомания. Сегодня вы узнаете, какую роль играет дофамин в нашей жизни, в чём секрет известнейших соцсетей, ТикТок, Инстаграм, Снапчат, как работают их гениальные алгоритмы, и почему с каждым днём мы всё больше залипаем в телефоне. Привет, вы на канале Схема, меня зовут Артур Камушкин, и давайте уже добьём 100 тысяч подписчиков на моём канале. Жмите кнопку подписаться и жмите пальчик вверх, лайк, мне будет приятно. А сегодня в выпуск нативно интегрирован телеграм-канал Локнет. Как часто вы сидите в телеграме и читаете различные новости и статьи? Я думаю, редко, потому что хороших каналов там действительно мало. Локнет Дипвеб. Админ канала Локнет Дипвеб рассказывает о самых интересных вещах в мире IT и технологий. Как могут отследить ваш IP через вашу почту, как зарабатывают на мобильном трафике, лучшие способы заработка на ВКонтакте, истории лучших хакеров мира, способы защиты от взлома, и, конечно, легальные способы заработка в интернете. А кто не хочет заработать? Все это есть в телеграм-канале Локнет Дипвеб. Также админ канала выложил интереснейшую статью про дофамин. Как дофамин влияет на работоспособность нашу и наш заработок в интернете. Да-да, на это он тоже влияет. Обо всем об этом в телеграм-канале Локнет Дипвеб. Ссылки оставлю в описании. Переходите, подписывайтесь, поддержите мой канал. Ну а теперь выпуск. Дофамин. Это нейромедиатор. То есть вещество, вырабатывающееся в нашем организме, которое служит своеобразным вознаграждением за позитивный опыт. В процессе эволюции дофамин подталкивал людей есть, общаться, размножаться и таким образом выживать. Но сейчас все можно получить за несколько секунд. Например, через такой смартфон, из-за чего люди обжираются дофамином. Сами этого не понимают. Фактически это гибрид наркотика и гормона удовольствия. Как только мы съели что-то вкусненькое, или получили оргазм, или увидели что-то интересное, в мозгу тут же происходит всплеск дофамина, который заставляет нас ожидать повторения пережитого опыта. Но постоянно жрать или беспрерывно заниматься сексом могут лишь единицы. А беспрерывно смотреть на экран смартфона, почему бы и нет. Вот и современные исследования показывают, что люди, реально зависающие в интернете, проводят в нем в среднем по 10-11 часов в день. Отнимаем время на сон и получаем больше половины жизни. Высокая выработка дофамина рассеивает внимание, мешает контролировать эмоции, выполнять простые или скучные задачи, радоваться мелочам и лишает мотивации на развитие. Еще в середине прошлого века Джеймс Олдс и Питер Милнер провели ряд экспериментов, в ходе которых научили лабораторных крыс нажимать на рычажок, чтобы получить электрический импульс. Этот разряд стимулировал их лимбическую систему и высвобождал аналог человеческого дофамина. Это настолько понравилось зверушкам, что ради новых порций радости они давили на рычаг по 10-12 раз в минуту, забывая о идее пятия, и в конечном итоге умирали. Истощенные, но счастливые. Не находите ничего общего с нашей зависимостью от соцсетей. И вправду, это абсолютно то же самое. Когда нам не хватает дофамина, мы начинаем листать ленту Инстаграма, стремясь любой ценой получить свою порцию удовольствия. Просмотр чужих фотографий обеспечивает регулярность небольших выбросов дофамина. Мозг понимает, это то, что нам нужно. Но со временем он также понимает, а не мало ли нам радости, не надо ли нам больше. И тогда мы задерживаемся в Инстаграме чуть дольше, чем обычно, чтобы получить еще больше дофамина. В 93-м году было проведено интересное исследование. Эксперимент проходил по классической схеме формирования условных рефлексов. Звучал сигнал, и после этого в рот обезьяне впрыскивался сок. Когда условный рефлекс был выработан, то обнаружили интересное. Уровень дофамина рос сразу после сигнала, то есть до того, как сок попадал в рот. Таким образом было доказано, что именно ожидание чего-то хорошего поднимает уровень дофамина. Дальше, если хорошее происходило, то дофамин больше не рос. А вот если не происходило, то уровень удовольствия резко падал. Стресс, апатия, упадок настроения. Ничего не хочется делать. Все, что хочется сделать в таком состоянии, открыть холодильник и съесть что-нибудь вкусненького. Вкусненького. Потому что мозг знает. Вкусненькое. Повышается дофамин. Дофаминовая петля. Это состояние, когда организм делает действие, дающий выброс дофамина, игнорируя все остальное. Например, в сказанном примере ранее, с крысами. Крысы не ели, не пили. Они жали на этот рычаг вплоть до изнеможения, добавляя себе удовольствия. Примерно так же работают соцсети. Все дело в том, что мозгу абсолютно все равно, откуда берется этот дофамин. Поэтому лайки, которые мы получаем в соцсети, для мозга аналогичны реальным достижениям и успехам. Потому что и там, и там он получает положительное подкрепление в виде дофамина. Более того, недавно один из бывших сотрудников Фейсбука признался, что соцсети специально проектируются с учетом дофаминовых петель быстрой обратной связи, когда человек может быстро получить положительное подкрепление и дофамин. Раньше я всегда думал, что посты в Инстаграме публикуются в хронологическом порядке. Я сильно удивился, когда узнал, что это не так, хоть это и было очевидно. Умная лента. Умная лента — это дофаминовое дозирование позитива и негатива. Суть в том, что социальная сеть постоянно анализирует действия пользователя и предлагает ему только те посты, которые ему интересны. Потому что если бы показывались все посты подряд, это была бы сущая скукота. Перед тем, как принять решение, показать ли вам пост Леши о путешествии в Тибет, алгоритм пытается понять, насколько тебе интересен сам Леша, как к нему относятся твои друзья, интересно ли тебе вообще путешествия и духовные практики, о которых пишет Леша. Но все эти нововведения, умные ленты — это абсолютно ничто по сравнению с феноменальнейшим ТикТоком. В отличие от других схожих сайтов, посты в ТикТок не ограничиваются подписками пользователей и поэтому никогда не заканчиваются. Лента, по сути, бесконечна. И для создания такой затягивающей дыры разработчики прибегнули к искусственному интеллекту, основываясь на том, какие ролики пользователь досматривает до конца и каким ставит лайк. Современная технология создает персонализированную ленту. Это делает перерыв практически невозможным, потому что дофамин находится на пределе, и человек рискует умереть от искусственного удовольствия, грубо говоря, затрахать себе мозг. Поэтому в феврале 2020 года разработчики добавили функцию ограничения экранного времени. Максимальная продолжительность просмотра установлена в 2 часа. Но поскольку минимальная продолжительность ленты составляет 40 минут, то понятное дело, что это ограничение не работает. И по большому счету все на это наплевать. Почему? Да потому что соцсети и зависимость уже давно стали синонимами. И успех тиктока в вопросах дофаминового привыкания просто феноменальный. Тикток — это апофеоз клипового мышления. Бесконечная вереница коротких, ярких музыкальных роликов, которые моментально захватывают ваше внимание. 15 секунд — свайп вверх. 15 секунд — свайп вверх. Потребление контента в тикток можно сравнить с открытой пачкой чипсов. Одна чипсинка, вторая, третья. И вот вы уже съели целую пачку. Но у вас даже нет времени, чтобы скомкать пустую упаковку и выкинуть ее в мусорное ведро, как рядом оказывается совершенно другая, кем-то открытая пачка чипсов. Поэтому в тиктоке дофамин вырабатывается в гораздо больших масштабах, чем в том же инстаграме. Ну, он и заточен-то исключительно под развлекательный контент. Здесь вам не нужно долго и напряженно вдумываться в сложные вещи, концентрировать внимание, только быстрые и яркие вспышки приятных эмоций. Это настолько отвлекает человека, что очень быстро и легко создает зависимость. Подсаживают на ощущение похвалы и одобрения от лайков и просмотров. И в ожидании поощрения пользователи любой социальной сети с завидной регулярностью помимо своей воли проверяют социальные сети. То есть пользователи тиктока получают классическую цепочку формирования психической зависимости. Повторяющиеся действия в социальной сети вызывают возбуждение зон награда удовольствия в мозге. Снижается тревожность, накатывает наслаждение. И память о нем вызывает желание испытать его снова тем же уже известным и достаточно простым способом. Насколько же мы зависимы. Ну, а следующую гениальнейшую идею придумали создатели снапчата. Снапчат это тоже мессенджер, но немножко не такой, к которому мы привыкли. Он основан на обмене фотографиями и короткими видео. Пользователь сам устанавливает, сколько будет показываться фото. В России снапчат прижился не особо, но в Европе и США стал хитом. И даже у нас тоже, в Латвии, снапчатом пользуется очень много людей. Особенно после того, как его создатели придумали страйки. Фишка в том, что по истечении трех дней приложение начинает показывать количество дней, в которые вы обмениваетесь снапами. Снапчат устроен так, что если хотя бы сутки пропустить обмениваться снапами, то эта циферка сгорает. Поэтому народ, не желая терять баллы, кинулся, забрасывая друг друга фотками любимых собак, кошек и самих себя, обеспечивая мозг дополнительной ежедневной порцией дофамина. И пошло 50 дней страйков, 100, 200, 300 дней подряд заходить в социальные сети, скидывать друг другу снапы. И это не вызывает никаких негативных эмоций, даже наоборот. Циферка вырастает круто. Круглые числа. Если, например, 100, можно отпраздновать и кинуть праздничный снап. И у некоторых моих друзей количество дней страйка более тысячи. Это ж сколько дофамина в них плещется. И неудивительно, что пользователи снапчата тоже зависимы. Еще как. Ведь в страхе лишиться заветной циферки, они должны заходить в приложение каждый день. А в телефоне, кроме него, столько всего интересного. Но играют на нашем дофамине не только соцсети и мессенджеры. Когда я сижу в интернете, то время от времени я вижу, как всплывает контекстная реклама. Обучение бизнесу за три дня. Продажа франшизы для быстрого заработка. Я загораюсь. Я представляю, как купив эти продукты, я быстро стану богатым. И тут главное, быстрым. Я предвкушаю что-то очень хорошее. Но проходит время, и наступает разочарование и сомнение. Некоторые рекламодатели, осознавая, что продукт они способны принести особую пользу потребителю, используют в роликах и картинках красивейшие образы. Утонченные, яркие, запоминающие, призывающие. Поэтому цель рекламщиков в этом случае заставить у людей не думать, а поддаться эмоциям. Купиться на красивую картинку. Дофамин не только управляет нашим сознанием и эмоциями, но и помогает бросить курить, провоцирует возникновение игровой зависимости. Но что делать, если вы стали зависимым от дофамина? И слишком часто проверяете соцсети неосознанно, и ничего не можете с этим поделать. Дофаминовое голодание. Дофаминовое голодание – это методика управления зависимостью от еды, медиа или соцсетей. С помощью контроля и отказа от стимулов. Предлагается временно ограничивать дела, которые нам приносят возбуждение, эйфорию, страх, или доставляют проблемы из-за слишком большой траты времени. Временно нужно отказаться от видеоигр, онлайн-покупок, вредной еды, острых ощущений, алкоголя и никотина. Эта идея вызвала большой интерес среди предпринимателей и IT-специалистов в Кремниевой долине, но они быстро довели ее до крайности. Некоторые избегают разговоров с друзьями, чтобы не повышать уровень дофамина. Или расценивают дофаминовое голодание как новый вид биохакинга, чтобы стать лучше обычных людей. Например, гендиректор Twitter ест всего один раз в день, иногда пьет только воду, а на выходных не питается вовсе, ради экономии времени. На самом деле дофаминовая диета это вполне здраво, и так поступают все нормальные люди. Выключают по ночам компьютер, отдыхают по выходным, ходят в отпуск. Здесь самое важное это самоконтроль и возможность сдерживать свои желания, не откладывая важное ради 7-минутного удовольствия. Что выберете вы? Залипание в соцсетях или реальную жизнь? Дофаминовую зависимость или свободу? Выбор всегда за вами. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите, как вам новый формат. И до новых встреч. Вы были на канале Схема. Пока.